Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика». В студии Галина Титарчук. Смотрите сегодня. Новые горизонты образования. В новоёжном районе Чебоксара началось строительство кадетского корпуса. Всё по графику. В Чебоксарах ускоренными темпами идёт ремонт дорог. Айти в социальной сфере. Разработка чувашских специалистов претендует на победу в профессиональном конкурсе. Новый кадетский корпус повлечёт за собой благоустройство парка за дворцом культуры тракторостроителей. Будущее этой территории обсудили сегодня на общественных слушаниях. Большинство высказываются за реализацию этих проектов, но появились и противники. Обо всём подробнее Дмитрий Ковалёв. Как преобразится этот парк подробно описывается в проектах. В следующем году здесь откроется кадетский корпус, а позже и Ледовый дворец. Планы на перспективу обустройство аллеи. На месте пустыря появится зона для отдыха, детский игровой городок и фонтаны. Навести порядок в этом парке жители района просят давно. Места отдыха должны существовать в каждом микрорайоне. И, конечно, то благоустройство, которое будет создано здесь, более того, когда здесь на субботник мы приходим, убираемся, мы же понимаем, что здесь был настоящий беспорядок. Жители обращали, чтобы полицейские здесь контролировали данную территорию. Здесь действительно собирались асоциальные элементы. И это было, наверное, не совсем... здесь не было должного порядка на данной территории. Очень приятно, что именно на территории Калининского района будет строиться эта кадетская школа. Если я смотрю сегодняшний день на карту Калининского района новыми, новостройками, да, мне напоминает маленький Париж. Работы уже начались. Строители закладывают фундамент для будущего кадетского корпуса. Никакого ущерба парку нанесено не будет. Сейчас здесь вырубают сухостой и убирают валежник. Если мы это не приведем в порядок, то это будет экологическая катастрофа. Ну, то есть парк будет построенный, то есть он приведет все в порядок. Земли переведены в населенные пункты и исключены из лесного фонда. И нарушений здесь лесному законодательству никого не будет. Здесь в настоящее время действует закон об охране окружающей среды. Старые деревья, старые, это, конечно, их обновлять тоже надо все равно. Любая катаклизма, любая это, здесь завал деревьев также будет. Кадету нашу здесь поставить новый сад, новый парк и будет здесь новый лес шикарный. Местные жители говорят, что этот парк давно нуждается в благоустройстве. Культурно здесь отдыхают далеко не все. Так что каждую неделю отсюда приходится вывозить целые горы мусора. Я здесь сам на субботнике участвовал. Работали чиновники, как говорят в народе, государственные служащие, экологи. И очищали мусор, грузили, десятки, десятки автомашин вывозили. Когда люди приходили на шашлыки, я говорил, уважаемые, научиться надо убирать за собой мусор. Это самое излюбленное место горожан должно быть. Вот над этой задачей мы работаем. Благоустройство парка и строительство корпуса для кадет – приоритетные задачи. Необходимые средства в бюджете заложили. Год назад проект поддержали члены градостроительного совета. Но все же полемика в архитектурном сообществе некоторое время продолжалась. Отдельные лица выступали против строительства корпуса на этом месте. Выступают те, кто, наверное, и солдатской каши никогда не ел, и сапог солдатских не носил. Так имеют какое-то представление, что где-то кто-то чего-то служит, а пуль не укрывался. Мне не совсем понятно, как неврологу, что в голове у этих людей, которые против выступают данного строительства. С моей точки зрения это просто непорядочно. Больше всего не доводы здравого смысла, а какое-то политиканство или попытка на свою сторону вовлечь какие-то течения населения. Строительство кадетского корпуса активно обсуждают и в социальных сетях. Вопрос поднимается – вырубить деревья, еще что-то. Кто из этих противников в последний раз был в этом парке? Кто? Кто заходил под любое дерево и видел, сколько там валяется железа, склянок от этих шашлыков и так далее? Они этого не видят, понимаете? То есть они пытаются сыграть на каком-то общественном резонансе, пытаются на этом сделать себе какие-то дополнительные лайки. Ну, еще раз повторяюсь, на мой взгляд, это абсолютная грош цена вот таким вот вещам. Родители будущих кадет считают, что новый корпус должен быть возведен именно здесь. Добираться до школы имени Кольчатова на Волгу многим неудобно. К тому же там просто не хватает места всем, кто желает учиться нелегкому военному ремеслу. Если вы были в том здании, то вы понимаете, что это очень миниатюрное здание 36-го года постройки, насколько я понимаю. И, в принципе, теснота, конечно, для нас преодолимые условия, но все родители настроены только положительно, потому что руководство школы обозначило 1 сентября 2018 года как новое здание. У меня сын, трое детей, и сын учится в Казани в Суворском училище. Я бы, конечно, очень рад, если бы ранее существовал этот кадетский корпус, чтобы он учился здесь, поближе, да, то есть был бы, так сказать, ближе к дому, к родителям. Ветераны говорят, что кадетский корпус республики необходим. Ребят необходимо воспитывать в духе патриотизма. Мы живем этим, действительно, мы передаем свои традиции, свою историю, а вот именно на профессиональном уровне, вот в этом кадетском корпусе будут преподавать, учить, как выбирать профессии, готовить именно стать офицерами. Это, ну, как сказать, только надо радоваться этому. Если здесь будет вот это уникальное учреждение, я хочу сказать, храм военно-патриотическое воспитание, именно кадетский корпус, надо этим гордиться и приветствовать. Если мы не займем эту нишу, если мы не будем заниматься молодым поколением, то получится то же самое, что на Украине. Найдутся люди с большими деньгами, которые этим займутся. Общественное слушание проектов расставили, все точки над «и». По месту размещения вопрос закрыт, потому что место размещения выбрано, и это даст возможность, стимулирует здесь развить ту парковую инфраструктуру более, наверное, вот обширно. Самое главное, что меня удовлетворяет, то, что подрядчик определен конкурсом довольно-таки серьезный. Мы создадим такую рабочую группу и будем вести эту платформу работы по формированию этого парка. Совместно? Совместно, да. Время открытия кадетского корпуса обозначено. Его строительство должно завершиться до сентября следующего года. Дмитрий Ковалев, Сергей Адушкин и Игорь Зверев. Республика. Кадетский корпус в Чебоксарах – шестое по счету подобное учебное заведение в Поволжье. Такие же корпуса уже работают в Башкирии, Татарстане, Удмуртии, Пермском крае и Нижегородской области. В каких условиях все это время учились кадеты-чуваши и как воспитывают будущих военных в соседних регионах – смотрите далее. Кирилл Васильев рассказывает, свое первое сентября в кадетской школе имени Кочетова он не забудет никогда. С того торжественного построения в его жизнь вошла железная дисциплина, строевая подготовка и военное дело. Тогда 11-летний мальчик получил первое звание – кадет. За пять лет дослужился до самого высокого титула в школе и окончил ее вице-корабельным старшиной. По мере своей учебы понимал, что военное – это мое, и стоит в дальнейшую мою жизнь связать с этим. И уже буквально на днях я еду в Москву поступать в университет Министерства обороны. Школа рассчитана на 225 человек, но желающих заниматься здесь гораздо больше. Многие родители мечтают, чтобы их дети учились именно здесь. Мне очень нравится, как учитель физкультуры Дмитрий Иванович помогает нашим детям решать конфликты между собой. Если, например, они не могут договориться, то он их ставит в спарринг и предлагает им на ковре выяснить отношения. На этом конфликт исчерпывается, поэтому у нас все такие вот мальчишеские конфликты решаются очень быстро, без всяких последствий. Основной профиль кадетской школы – военно-морской. Но в здании 1932 года постройки нет условий для получения полноценного кадетского образования. Мы не ведем какие-то предметы, мы вынуждены ходить в соседнюю, вторую школу. Это и предмет технологии, это пение. И дети занимаются, у нас в школе номер два, у нас подписаны соглашения. У нас, например, нет специального кабинета химии. Физика и химия находятся в одном кабинете, что тоже не должно быть по образовательным стандартам. В новом кадетском корпусе должно быть все по-другому. Помимо учебных классов, здесь разместят ТИР, студию звукозаписи, киностудию и кабинет робототехники. Учиться здесь будут, начиная с пятого класса. Кстати, формально новый корпус уже создан на базе республиканской школы имени Кочетова. В сентябре 2018 года она примет не только ребят из Чувашии, но и из соседних регионов. Строительство кадетского корпуса условно разделили на три этапа. Первое и второе – это возведение основного здания и спальных помещений на 250 мест. В последнюю очередь будет построен крытый ледовый каток. Его введут в эксплуатацию на год позже. Строительство корпуса – часть проекта кадетства. Он по инициативе Приволжского полпреда Михаила Бабича реализуется в округе уже несколько лет. Наша школа будет шестой по счету в ПФО. У каждой свое направление. К примеру, в Башкирском кадетском корпусе готовят спасателей и десантников. Пошел! Для парашютистов здесь создан учебный городок. На тренажерах кадеты учатся приземляться, собирать парашют и правильно действовать в воздухе. Здесь весь день расписан по минутам. Днем занятия в классе, затем физическая подготовка, бассейн, параллельно с учебой, ежедневные тренировки по рукопашному бою и спортивные соревнования. Даже без армейского опыта кадеты уверены, дисциплина здесь не хуже, чем в войсках. Раз, два, три. Нога поднимается на 15-20 сантиметров. В Пермском крае учатся будущие сотрудники внутренних дел. Военно-морской флот страны пополнит те, кто учился в Удмуртии. У нашего кадетского корпуса будет воздушно-космический и военно-морской профиль. В мае этого года мы рассказывали о том, что жители деревень Очакасы и Рунга в Урнардского района озабочены состоянием центральной дороги. По ней было невозможно ни проехать, ни пройти. К радости местных жителей и нашей ситуация изменилась. Два километра бездорожья, грязь, щебень, отсутствие асфальта. Именно в таком состоянии и была дорога. Выделенные деньги своевременно не освоили, ремонт приостановили, а проливные дожди сделали свое дело. Республиканские власти тогда пообещали, что работы будут завершены. Результаты не заставили себя долго ждать. Наш народ, деревни Рунги и вся, наверное, вот эта окружающая, очень рада, что мы по гладкой дороге ездим. Слава Богу, что они обещали до 1 июля дорогу достроить и действительно сделали. Дай Бог им здоровья. В данный момент ездим по новой дороге, никаких трудностей не испытываем. Этому рада очень. После майского сюжета выступил Иванов Владимир и свое слово он сдержал. Дорогу сделал на отлично. Доделки есть, но доделают. Одна проблема решена. Теперь жители озабочены другой, не менее насущной. У нас нет транспорта. Мы пешком ходим в Хирпосе, чтобы на автобусе ехать в Урнары. Поэтому второй вопрос, может, также помогут и глава администрации, наверное, поможет. Транспорт нам утром и вечером. Чтобы запустить новый маршрут, необходимо отремонтировать еще один участок дороги протяженностью около километра. Теперь вся ответственность на местной администрации. Деньги заложены. 600 тысяч рублей. Дороги состоятся 27 июля. После того, кто выиграет, дорога будет отремонтирована. То есть 1 сентября дорога должна закончить. Татьяна Филатова, Мальвина Петрова, Игорь Зверев, Республика. В Чубаксарах продолжается реализация федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». В этом году должны обновить почти 30 километров дорожного полотна. Как идут ремонтные работы, узнавала наша съемочная группа. Улица Гузовского. Хоть она и не центральная, но движение здесь достаточно интенсивное. То, что дорогу надо менять, сомнений нет. Ямочный ремонт уже не спасает. Но уже совсем скоро водители смогут вздохнуть свободно. Обновлять покрытие уже начали. Асфальт на эту улицу выкладывает по технологии горячей регенерации. С помощью такой специальной машины она насыпается ремиксером. Что она делает? Посмотрите, машина снимает слой старого асфальта и перемешивает его вместе снова. Так получается первый слой. Затем абсолютно новый асфальт пытается укладываться уже вторым слоем. Вот так вот буквально за несколько минут появляется абсолютно новое дорожное покрытие. Но пока еще это не готовая дорога. Осталось уложить еще верхний слой. За качеством работ следит не только подрядчик, но и стройконтроль. Специалисты наблюдаются за каждым этапом укладки дорожного полотна. Горячая пора и на Богдана Хмельницкого. Здесь недавно приступили к ремонту. Участок от Гражданской улицы и до Фучика покроет новое полотно. Но везде, кроме Сугутского моста, заменить асфальт здесь планируют в будущем году. За месяц подрядчик должен успеть снять старый асфальт, отфрезеровать поверхность и заменить бордюрные камни. А нынешним летом сроки становятся еще короче. Нынче погодные условия мешают. Дождик прошелся, мы стоим. Вот метров 100-150, а там дождя не было. Там сухо. Вот это все мешает нам, конечно. Но дорожники уверяют, срывов не будет. Вот уже сейчас идет укладка нижнего выравнивающего слоя асфальта. Ответственны за уровень укладки асфальта, чтобы шов был ровный. Ну и какой слой асфальта положили? Здесь идет около 3,5 сантиметров. То есть плюс, минус 0,5 укладка, где-то 3 сантиметра асфальта. Это здесь. Там чуть-чуть больше идет. То есть в зависимости от оси. Всего в этом году ремонтируют 27 дорожных участков. Закончить работы должны к 1 октября. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика. В Чувашии обновляются детские поликлиники. Не так давно снова заработал филиал городской детской больницы номер один на Афанасьево, что в столице республики. Что нового там появилось, расскажет Юлия Важенина. Мы помогаем детям расти здоровыми. Так звучит лозунг этой больницы. После пяти месяцев ремонтных работ филиал поликлиники вновь открыл свои двери пациентам. Вот только теперь больницу просто не узнать. Яркие цвета, новое оформление, не, конечно же, современное оборудование. Здесь многое изменилось. Но, пожалуй, самое главное – дополнительные штатные единицы. Раньше здесь работало лишь пять участковых педиатров. Преимущество данного филиала – не было здесь кабинета забора крови. Приходили сюда к педиатрам, они назначали анализы. Им надо было уходить на Ахазово или на Месимопалу. То есть теперь сегодня пациент, выходя из данного филиала, может сдать анализы. Также пройти диспансеризацию. Кабинета здорового ребенка в этой больнице не было в течение последних пяти лет. Теперь помимо него появилось еще несколько. Физиотерапевтический кабинет, кабинет забора анализов, ультразвуковой диагностики, массажа. Внедрили и новую систему профилактического осмотра. Самое главное, что вы сейчас слышали, удалось организовать, пусть на не очень большой территории, но профилактический медицинский осмотр здесь, на этой территории. Конечно, удобно, когда мама, заходя в один кабинет, раздевает ребенка. К ней подходит сначала один доктор, невролог, например, ортопед сегодня вы видели, хирург, окулист. И один доктор посмотрел и пошел заносить информацию, записывать в единую информационную систему. Мист статистика, компьютеры у всех подключены. Подходит, смотрит в это время другой доктор. Это очень сильно сокращает время, вот это прохождение диспансеризации. Контакт с больными детьми, поэтому удобно. Пока мы слышали только спасибо. От Чебоксарского залива и до Чандрова территория обслуживания этой больницы обширна. К ней прикреплены около пяти тысяч детей. Раньше были здесь педиатры, а к специалистам нужно было ездить на Ахазово. Сейчас они здесь рядышком, очень удобно. Мне нравится в этой больнице то, что она стала яркой. Пятимесячная Вика на массаж пришла в третий раз. И, как признается ее мама, уже виден прогресс. Нравится ей, очень нравится. Она такая активная становится. Но он все равно такой развивающий, укрепляющий. Но нам нравится очень сильно. Сейчас в больнице по-прежнему работает пять педиатрических участков. Но как только будут заселены новые дома в микрорайонах «Лайнер» и «Радужный», в больнице появится еще один. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика. Чувашии важен каждый. Под таким девизом в медицинской отрасли Республики проходит 2017 год. И главная задача, помимо прочих, которые сейчас ставят медики перед собой, увеличить продолжительность жизни жителей региона. Об этом говорили сегодня на межведомственном совещании. Оно прошло в администрации столицы. Министр здравоохранения Чувашии отметил, что в прошлом году удалось снизить смертные жители Республики из-за болезни системы кровообращения, новообразования, туберкулеза. Но в 2017 году люди все чаще стали умирать не от болезней, а от так называемых внешних причин – случайных удуший, отравления алкоголем, транспортных травм. Ежегодно Республика таким образом теряет более 2000 человек. Настораживает и то, что за 5 месяцев 2017 года в Республике неестественной смертью умерли уже более 800 жителей. Увеличилось и количество несчастных случаев с участием детей. С начала года умер уже 51 ребенок. Малолетняя Сергеева, 4 года, пошла в гости с отцом. В 11.30 ночи в гостях произошло убийство. Девочку убили. Тоже вопрос, почему так поздно отец взял с собой ребенка, пошли распивать спиртные напитки. Третья смерть ребенка, которая произошла в городе Чебоксары, матери стало плохо, потеряла сознание. Ребенок всю ночь кричал, соседи слышали плач ребенка и не обратились никуда, то есть не попытались выяснить, в чем причина. В итоге ребенок лежа на животе, задохнулся и умер. 3,5 месяца ребенку было. То есть здесь идет смерть от равнодушия окружающих людей. Трагические, страшные случаи. Понятно, что внешние причины были и есть, но постараться предупредить их общая задача. Профилактикой травматизма и насилия должны заниматься различные ведомства и организации. В конечном итоге именно это поможет сформировать правильное поведение в обществе. Как проходит летний отдых у детей, проверяет и полиция. В Чувашии проходит профилактическая операция подросток. Стражи порядка вместе с общественниками и сотрудниками соцслужб проверяют летние лагеря и неблагополучные семьи. Главная цель мероприятия – это предотвращение преступлений среди несовершеннолетних и профилактика детской безнадзорности. О ее результатах в нашем следующем сюжете. Отсутствие родительского контроля – как главная причина детских правонарушений. В рамках операции подросток сотрудники полиции обходят неблагополучные семьи. Встречаются среди них и те, которые требуют постоянного контроля государственных органов и нуждаются в помощи. В ходе очередного рейда была посещена семья, состоящая на учете в ПДН. В квартире царит беспорядок. Родители отсутствуют, уехали на заработки. Ну а дети предоставлены сами себе. Знакомство с сотрудниками в погонах несовершеннолетним не в новинку. С полицейскими дети видятся чаще, чем с родителями. Поэтому и воспитание ложится на плечи полицейских. Чтобы не страдать на летних каникулах от безделья, стражи порядка. Им предлагают свою помощь в поисках работы. В квартире этой семьи также царит беспорядок. Сотрудники полиции здесь были только накануне. Просьбы о наведении чистоты также остались без внимания. Перед уходом стражи порядка интересуются, чем питаются дети и как проводят летние каникулы. Не оставляют попыток приучить ребят к чистоте и порядку. Приятно пригласить себе друзей. Как показывает статистика, большинство детских правонарушений приходится как раз на долю таких вот семей. И это неудивительно. Чада растет без внимания, родительское общение им занимает уличное. А контроль и вовсе отсутствует. Проверяем семьи, условия их проживания, то есть в каких условиях они проживают, имеются у них продукты питания, как за ними соответствующий уход осуществляется родителями, то есть надзор, контроль, обучение, содержание своих детей. В случае, если выявляется нарушение, то в отношении родителей составляется административный протокол. Профилактикой детских правонарушений вместе с полицейскими занялись и общественники. В республиканские летние лагеря они также нагрянули с проверкой. Председатель общественного совета при МВД Чувашии Валерий Андреев лично ознакомился с отдыхом детей в летнее время. Его интересовало многое. Как обеспечена безопасность, чем питаются дети, насколько хорошо организована медицинская помощь и соблюдение санитарных норм. Цель наших посещений членов общественного совета при МВД Чувашии, общественной палаты Чувашской республики, ознакомиться теми условиями, которые созданы в лагерях. В частности, нас интересует безопасность детей, организация питания, отдых сам. И сегодня мы удовлетворены тем, что в целом придерживаются тем нормативам, требованиям, которые должны быть предъявлены для организации летнего отдыха детей. В период летнего курортного сезона 2017 года на территории Чувашской республики функционируют 20 детских оздоровительных лагерей. Данные лагеря ежедневно проверяются с сотрудниками полиции. Мероприятия, проводимые в рамках операции подросток, стражами порядка, соцслужбами и общественниками, приносят положительные результаты. Снижается количество детских правонарушений, регистрируются семьи, в которых недобросовестно осуществляется воспитание несовершеннолетних. Однако сотрудники полиции напоминают, что наилучший контроль – это родительский, особенно в летнее время, во время школьных каникул. Разработчики из Чувашии претендуют на победу в конкурсе «Проф.АйТи-2017». Проект из Республики по организации информационного межведомственного взаимодействия при оказании медицинской и социальной помощи инвалидам вошел в шорт-лист номинации «АйТи в социальной сфере». Мы привыкли к тому, что оформление инвалидности по каким-либо причинам – процесс непростой и длительный. Человека заставят пройти по многим инстанциям, чтобы он смог доказать, что может претендовать на льготы. В Чувашии с недавнего времени процедура упростилась. Благодаря введению инструмента межведомственного взаимодействия при оказании медицинской и социальной помощи. Действует он на территории всего региона. Пациенту нужно посетить своего лечащего врача и бюро медико-социальной экспертизы. Буможная волокита при этом исключается. Ведомства будут обмениваться документами с помощью электронных сервисов. Кроме того, о новом статусе пациента будет извещено и профильное министерство, например, Минтруда. То есть пациенту сейчас не нужно лишнего дополнительно ходить и записываться в бюро МСЭК. То есть это происходит в момент приема на приеме участкового врача или врача общей практики семейной медицины. Дается время, дается дата приема. Причем еще можно выбрать удобное для пациента время. Электронный пакет документов, он формируется и отправляется заранее в бюро МСЭК. И пациенту на руки вместе с талоном, где указана дата, время приема, адрес, где пациент будет проходить это освидетельствование. И выдается бумажный вариант, заверенный уже печатью больницы. Проект работает с прошлого года и уже представлен на всероссийском конкурсе «Проф.Айти-2017», как не имеющий аналогов в нашей стране. Наши граждане, оказавшись в непростой ситуации, получившие то или иное заболевание, с помощью этой системы могут получить полностью весь современный комплекс всех социальных услуг, начиная от медицинской организации, заканчивая непосредственно уже получением технических средств реабилитации и социальной адаптацией. Чувашская республика не первый раз региональным проектом участвует в этом конкурсе. В 2013 году мы участвовали с проектом жилищно-коммунального хозяйства, заняли первое призовое место. В 2015 году мы также заняли первое место с региональной информационной системой обеспечения тоже незащищенных слоев населения необходимыми лекарственными препаратами. Новыми введениями уже успели воспользоваться жители столицы республики. И врачи и пациенты отмечают удобство системы. Евгения Фандеркина, Сергей Адушкин, Республика. Это все новости на сегодня. До встречи в эфире национального телевидения Чувашия завтра. Редактор субтитров А.Семкин